Эти крупомеры, так называемые, еще и за дикие цены предлагают. Так, 25 тысяч средняя цена, может быть 2 500, цена, может это 20, цена партии, но игра виднее. Так, Владимир, абрикос и вишня с косточкой у меня растут, начали плодоносить. Ну что ж, а это значит видимо ответ, Владимир отвечает. Хочу услышать ответ на вопрос от Ж. Константиновича, вырастет ли семян семечных культур яблони, груши, копия сорта, а из косточка абрикос, вишня черешня, про персик неизвестно. Ну, про персик вам может быть известно, может нет, это самый сложный вопрос, самая южная культура, там не так все просто, чем севернее, тем может быть, то, что одичание, я называю приспособление, может так приспосабливаться, что персик получится, как у меня. Когда я нашел это маточное дерево, плоды были 15-20 грамм, кислючая и зеленая, они вызревали. Поработал, поэтому тут не так все просто. Так, теперь что касается других культур, абрикосы, прошу просить, алло, извините, я провожу вебинар, не могу разговаривать, сейчас я в эфире, давайте уже завтра может, а это вы мне позвонили, кто вообще, все, пока. Так, не могу отключить, потому что вдруг от Антона звонок последует. Так, теперь, если коротко, груши, яблони самый неблагодарный материал. Так, когда они попадают в более теплые условия, у них результаты лучше, то есть можно получить культурную грушу, культурную яблоню. Так, предел для них севера, это, допустим, мой район, у меня микроклимат, так, вот. Знаете, что такое микроклимат, я же еще раз говорю, мне надо же орден только за наблюдательность дать. Вот он, не замерзающий, не сея, на берегу всех опрашивают, 32-34, а вот там, где я показывал свой сад, да, вот там, где правая сторона, ну, где еще холм показал, который где-то уже растаял, а где-то нет, вот, там 40. Вот, получается, что, однозначно, вот, получается, там, вот, посади одну и ту же семечку, гипотетический ответ, одну и ту же семечку посади, там она крупнее вырастет. Вот, если она же плоды даст, чем, допустим, выше, там, там, где 40, там она просто замерзнет. И там, где все-таки умудряется не замерзнуть, она даст плоды поплоше. Вот, и приходится еще дольше ждать, еще часто попадает, пока дерево, помните, я пересел, там, адаптация, метаболизм, закалка, пока она закалится, она или умрет, или пройдут годы, уже у него, уже потом, что будет лучше в этом плане. А вот так вот, бухты, барахты, южные семена, скорее всего, просто замерзнут, мои, скорее всего, груши, яблони, если взять семечки, выживут, но повторение плодов почти невозможно, повторение качества. Яблоки же у меня роскошные, груши у меня сладчайшие, по крайней мере, гарантий не даю, тем более на диких подвоях, а по Мичурину дикий подвой это все, это приговор. Там, помните, называл, 95 из 100 вырастут, как он называет, испорченные, вот, вырастут. Так вот, а косточки, тут наоборот, тут такие чудеса можно ждать. Для меня когда-то откровением было, обыкновенный звонок, Дальний Восток, обыкновенный садовод, ни фамилии, ни помню чего, просто разговор. А у нашего Мешкова, а мне сразу, знаешь, я с дыбом, я знаю, что Мешков этот, это плеяда, Бродский Мешков, там, это самое, вот, Шлихт, это вот та самая гвардия. А у нашего Мешкова, говорит, он посадил косточки 20-граммовых этих хамуров и получил 90-граммов. Я верю, верю, потому что такие случаи у нас есть, только они не запротоколированы, не это, ну, как сказать, я всегда говорил, не надо эти институты. Во-первых, за ними уже тупик, за ними должны идти ГСО, а ГСО должны новые сорта распространять по питомникам. А питомники перешли на куплю-продажу, они все стали торгашами. Ну, не все, 90% это точно. И получается тупик. Институт не нужен. Мы с этим самым, на пару это говорю, чтобы как бы вас обнадежить, вот, отвечая на вопрос. Мы вместе с Турсоном ходили по этим, по рынку. Там такие чудеса встречаются, но последние годы практически уже не встречаются. Но в те-то годы, это такие чудеса. И когда задаешь вопрос, у тебя абрикосы 60-70 грамм, да красоты необыкновенной, ну, или там даже 40-50, с косточки, вот, клянется, крестится человек и говорит, я вырастил из косточки. А когда я вырастил смешанный сад, там получилось и интереснее, и заманчивее. Там берешь плод, это самое, самура, косточку, раз в холодильник. Что с него вырастет у вас? Может, как у Мешкова 90 грамм, если я академика пылил. А может быть, те же 20 грамм. Но интересно жить-то. Вот я клянусь, друзья, вы еще, вряд ли я всех вас сделал, так сказать, романтиками. Ведь неинтересно, вот мне бы сейчас сказали, вот сейчас мы тебе прославим косточки. Через каких-то 3 года у вас получится урожай и будут плоды гарантированно 100 граммовые. Не хочу, я не хочу знать, я живу только мечтой, мне не нужна сбывшаяся мечта. Я сам, я хочу, это самое, мне нельзя, мне нельзя знать, я потеряю веру в это, в чудеса. Вы мне не зря же это, вы же представляете, вдруг мне дадут миллион этих самых долларов, что я буду делать? Ну, съезжу, полечусь немножко, есть, а дальше-то что? Все бросать? Нет, я не хочу знать, что вырастет, поэтому я и хручусь, и верчусь в саду. Так, пойдемте дальше. То есть, а, нет, итог, косточковая культура, вы там перечисляли? Так, вот где они, абрикос, вишня, черешня вырастет с большой долей вероятности абрикос культурный. Ну, 50 на 50. Слива, учитывая, тоже смешанный сад. Есть простенькие у меня сливы, средненькие, и огромными плодами, ну, то есть, назовем их выдающимся. Кто кого опылил, не знаю, и знать, а, кстати, и знать не хочу. Вот, я лучше подожду. Вот, хотите, а вот так, а вот дайте гарантию. Вот он, что-то не кукиш показывает, никакой гарантии. Не хотите рисковать, не берите. Вот так я отвечаю людям. Вот, здесь надо только рисковать. Это садоводство. А вот вишня-черешня здесь сложнее, видите как. Вишня у меня превращалась в черешню, черешня превращалась в вишню, или получались гибриды. Я все это рассказал. И тоже никакой гарантии. Вишневая косточка там у меня, помните, было написано, с генами черешни. Черт его знает. А черешня? Я тогда привил пять черешин, продал новому русскому. Две черешни получилось, три кисучие вишни. Так по двое его перекорежил. Потому что по двое это такая мощная вишня. Вот, что она, а черешня-то все-таки южней какая-то. Где я достал черешню? В Бодно, Рабодно где взял? Да и с косточек вырастил культурных, самых, магазинных. Так, стал я ждать, пока замерзнет. У меня же холоднее намного. Морознее намного. Стал я ждать, пока замерзнет. На вишню. На одних оставили черешню, на других превратились в вишню. А что из косточек, если вишневой может получиться черешня, а черешней может получиться вишня. Вот я и ответил. Как? Охрену знаю, что я ответил. Сам не понял, что сказал. Шучу. Понял, но гарантии не даю. Так. Я в шоке. Выводите на чистую воду. Можно ли приехать в гости? Теперь только к Сергею. Я устал. Все. Я как встречал гостей? А. Коньяк. Б. Ну, соответственно, запятая. Чай, кофе. Вот. Вторая комната пустовала всегда. Вот. В деревню ночевали, когда возможность. Баня. Все. Всех подряд так принимал. Добрая слава пошла. Еще бы. Уезжали набитые эти рюкзаки и пакеты фруктами. Устал я. Теперь только Сергеем. Некоторые говорят. Можно мы приедем? Можно мы поработаем у вас? Бесплатно. Мы даже поможем. Это самое. Нам бы главное научиться. Я говорю. Договоритесь с Сергеем. Вот так вот. Так что. А ко мне уже все. Я устал. Так. Что тут еще интересного? Мальков еще лак мастику продает. Вряд ли Долматова. Ну, может, я Долматова. Там рядом Долматова. Челябинская его живет. Может, он перекупщик. Не знаю. Если продает лак мастику Антон Валерьевич. Раньше продавал. Сейчас не знаю. Так это действительно лак мастика. Вот. Если Антон Валерьевич продавал привычные ножи. Он мне подарил один. Так это нож. В руки страшно взять. Сразу кровь капает. Только этот. И уже порезался. Вот. Так это же. А если он организовал вот эти вот упаковки с полиэтиленными. Я их продаю. А кто их сделал? А как нарядная фирменная упаковка? Сам их нарезал на гильотине. Почему еще? Я все. Руки не бруби себе. Гильотина. Вот. Так это действительно пленка. Так это действительно качество прививки. А на что вы думаете? Не зависит от этого. 19-21 век. Открывая статью современного этого. 21 век статья. Под ней подпись. Кандидат наук. Смотришь. Взял рисунок 19 века. Где толстой ниткой обмотана эта прививка. Ну разве можно так-то? Ну трудно тебе сделать одну прививку. Одну. Появился полиэтилен. Появился полипропилен. Появился полихлорвиниловая пленка. Вот. Еще есть разные заменители. И в конце концов просто это. Самую какую-то изоленту. Хотя она жестковата. Вот. Но нельзя же так-то. Взять и это в 21 веке. Представить современной статье. Тоже ясно передранная. С 19 века. Способы прививки. И обмотана. Да еще жизненько обмотана эта. Самая. Вот так мы это. А у Сафронова это знак качества. Жаль, если он не продает сейчас лакмастику. Жаль, если он не продает. Это как она называется. Привычные ножи. Хорошо хоть присылает мне упаковки с филентой. Я продаю. Так. Полностью согласна. Вчера тоже видела море коробок с красивыми картинками. Все с листьями уже. Сколько же денег люди тратят на этих смертников. Так. Это она с кем-то разговаривает. Ага. В больших супермаркетах. Я вам показывал эти саженцы. В феврале месяце. Мертвые, сухие. Вот. Ваше отношение к этому товару. Это вы еще и сомневаетесь, что ли? Вы понимаете, саженцы, выдранные из земли, распиханные в картонной коробке. Сколько бы там ни было завернутого полиэтилен. Там обычно мох добавляют или опилки или землю. Вот. И все это все равно высыхает. И они в тепле стоят. Они умирают. Их продают на верную смерть. Вот. Я просто поражаюсь. Как можно это? Ну, я говорю, когда-нибудь кто-то из наших детей, внуков станет президентом. Это же просто отдельный указ. Этого нельзя. Этого нельзя. Этого нельзя. Это в тюрьму сразу. За какое-то мошенничество вот это. Даже вот эта вот продажа в картонных красных коробках, это мошенничество. Верная смерть. А люди этого не знают. Сколько нас с вами? Сто двести. Я тоже хочу к вам в гости. Общаюсь. Она у вас была в 2010 году. У меня фотография есть. Пусть я нашли. Приехала, блин. Вот Галя приезжает ко мне. Вот. У меня, значит, в саду ничего нет. Под опавшими листьями нашли пару яблонь, сфотографировали ее. Вот теперь и приехала. Накопали саженцы. Если вы думаете, что я ей продавал, я был растроган. Кто мне тогда это? Вот так вот. На доверие все. Я, значит, дарю саженцы. Она уезжает. Потом появляется ее статья в этом газете. Пока ехала, снега не было. Приехал туда, выпал на снегу и давай садить прямо в сугроб. Вот это было. Вот так вот. Так. Вот такие, да. Ну, тогда я и встречал всех. Сейчас я устал. Я тоже собираюсь. Ребята, не ко мне, а к Сергею. Осенью. Я всегда еще говорил. Если кто-то приехал, тот, от кого зависит раскрутка. Ну, например, в москвиче кто-нибудь. Я высылал эти знаменитым материалы, там, диски, фильмы эти. Высылал красочные диски, где одни фотографии, только валидол нужен, с плодами. Высылал книги и знаменитым журналистам писал. Бесполезно. Никому ничего не надо. А вот. А сейчас я устал. И это. А так просто поговорить, ходить по саду, рассказывать. Я устал. Я все рассказал в фильмах. А Сергей что? Осенью, конечно, много времени тратит. Он ходит, яблони угостил, абрикосы угостил. Вот я фильм снимал. Там еще последний абрикосик, а я еще угощаю. Уже умудрились до сентября долежать. Устал. Так, забыла спросить, надо ли приводь сельца сортовой груши. Сортовой груши, значит, есть надежда, что она сортовой останется. Вот. Но видите как, сейчас, мне ваша фамилия почти знакомая. Где вы там садите? Еще раз говорю, в более южных местах можно дождаться прекрасных сельцев. В черных местах или качество будет плодов. Я говорю честно, хотя я продаю сельцы, эти, семена культурных груш, да? Чуть-чуть продаю. Да и берут, совсем не берут, фактически. Вот. Но говорю честно, в северных регионах или замерзнет непривито, или будет качество похуже. Если ей передались качества, по двое водить их. А мои передались 100%. То есть они стали, ну, выдерживают. У меня есть своя статистика, до 30, минус 35. Вот. На севере. На юге и 35 не бывает, надеюсь. И там можно дождаться вкусных плодов. Ну, и так как на юге бывает, бах, вдруг ни стало ни сего. Мороз как ударил под 40. Поверьте, если дерево уже будет 2, 3, 5 лет, 40 градусов мороз ее не убьет. Даже сеянцевую, даже сортовую грушу. Вот такой короткий ответ. Я думаю, надо грызать выездной семинар учебный. Так я каждый год проводил. На последний вебинар, который проводил не я, а мои друзья, супруги Денисенки, записалось 3 человека, все. Вы думаете, как? Вы думаете, вот сейчас объявление будет о семинаре, и вот вы приедете, еще полтора человека, все. С каждым годом интерес падает. Вот. А цена знаний, люди платили по 7 тысяч. Ну, их как встречали супруги Денисенки, поселить. Их была возможность накормить, пожалуйста. И все это продолжалось несколько дней. Пока. День отец за день приедет, три дня вебинара, допустим, да. Костер, внимание, там все. Вот. Кто был такой, что тайком мог и налить рюмку в коньяку. Вот. И, а в основном, конечно, чай, здоровый образ жизни. Вот. Все были люди одного, как бы, племени, одной крови. Все это позади. И фильмы созданы про эти вебинары. Но все ушло. Последний вебинар. Два-три человека записалось. Если вы, Светлана, захотите, вы приедете одна. Ну, еще вот парочка. Вот. И, может быть, какой-то перелом произойдет. Ну, в каком году он произойдет, что вернется. Ну, всякий случай. Попробуйте с Денисенками связаться. Они теперь сами устроят вебинары. Почему? Андрей Денисенко, я вам говорю. Один из, если не лучших учеников, то. Да, наверное, лучший. Мы с ним такой путь прошли. Пока столько фильмов сделали. Вот. Он уже и саженцы выращивал. Продавал их даже. Ну, потом, знаете как, не так-то легко жить в деревне. Потом был весь город. Потом возврат. Сейчас вроде бы у него, ну, как бы он стал самостоятельный больше. У него свои теперь возможности. Вот если связаться с Андреем Денисенко, я могу его электронарить. Где-то у меня сохранился. Вот. Сейчас мы как бы пути разошлись. Но, может быть, вам надо с ним. Там, да и я там рядом, там. Между мной и им. Ну, где-то 8. Пешком дойти можно. Так что, вот, такой мой ответ. Так. А осенью чем хорошо к нам ехать? Вот, действительно. Я, Сергей продает саженцы. В основном он общается, кто саженцы покупает. Я зайду, возьму камеру, поснимаю. Потом фильм сделаю. Вот. Потому что люди в шоке, когда приезжают, видят, что это реально. В конце лета покупал полевицу, нашел за 350 рублей 400 граммовый пакет. Надеюсь, смотрю, цена там уже 580. Так. Ну, будем надеяться, что это настоящая полевица. Бывало, как люди не понимают. Я потом проверял. Там, допустим, человек набрал полевица. Раз, ему продали. А потом он получает пакет. А там написано, смесь луговых трав и запятая. И на третьем месте идет полевица. Ну, вы догадываете, что получится. Обыкновенный сорняк. Обыкновенный. Так. Растут на даче корневые отводки вишни. Хочу привить на них высококультурные сорта. Но как лучше сделать? Вначале привить на месте, а потом пересадить по осени. Или выкопать отводки весной. Вначале на месте. Надо максимальное здоровье саженца по двое. Вот. А потом, если бы были гарантии, что ком земли сохранится, вы могли бы только заделить почки этой же весной и пересадить. Потому что это... Но так как именно очень плохие корни у вишни, вы должны привить на месте. А оно питается еще от мамки через пуповину. Потом прекрасно растет в середине и горжа с лопатой пуповину. А поруби. Вот. Но ближе к началу лета. Пока еще не так много питания надо для растущего привоя. Для растущей кроны. Можно где-то в июне перерубить корень. А он дальше пусть развивается уже. Он тут же начнет выращивать корень. Расти и вверх, и вниз. А потом, когда дойдет осень, если еще весна, вы будете приятно шокированы, когда вы копаете с большим ковом земли. Так хорошо корни нарастают у этих... у корневых отвозков. Будучи пересаженные или просто отрубленные. Так. Надеюсь, ответил. Молдавник, крупнейшие ореховодки, детку, свою технологию под посадку закладывают аммофос вниз. Затем земли сверху, навоз для регулирования температуры. Кстати, сильнейшая обрезка. Так. Завершен бесплатный сеанс. Может быть, это означает, что и мы закончили работу. А может, ничего не означает. Так. Значит, сверху навоз для регулирования температуры. Кстати, как интересно, можно регулировать. Сильнейшая обрезка, стаканы от заморозков. Годра. Господи, слова-то какие. Схожи на лак. Ваше мнение для Севера и Республики Беларусь по поводу закладки навоза. Значит, навоз свежий используется, знаете, как утеплитель. То есть, мы делаем навозные эти грядки сверху, земля, для того, чтобы пораньше посадить. Вспомните. Ну, огурцы, например. Хочется их пораньше покушать, да? Это понятно. Теплые грядки. Если речь идет об этом, то ни в коем случае нельзя их использовать для сада. Именно для сада. Для огурцов, пожалуйста. Если речь идет... Навоз – это понятие общее. Если сюда вкладывается понятие перегноя, перегноя – это старый навоз. Вот. Как им может регулировать температуру? Ну, никак. На зиму, да, утепляет престольный круг, допустим. Но тут речь идет уже не о земле. Вот. А Молдавия для меня – это такая страна, где не то, что утеплять, там другая проблема. Как отодвинуть плодоношение... Ой, цветение, чтобы не попало под весенний замороз. Вот эти заморозки – подлость такая. От них вреда больше, чем от мороза. Вот. Это невероятный вред. Где угодно может это быть. У нас весна, смотрю, этот самый... Трещат морозы где? В Крыму. Ну, автоматами в Молдавии. От Крыма до Молдавии там пешком можно дойти. Вот. Представляете, что творится. А регулировать тут так получается. Если даже у него и получается регулировка температуры, вот. Надо как-то умудриться престольный круг, чтобы утеплялся за счет перегнивания свежего навоза. То, что называется, есть такое понятие – тихое горение. Знаете, что это такое? Вот. И теплые грядки. Ну, так, чтобы в Молдавии у нас, допустим, их очень трудно. Это надо огромное количество навоза, чтобы он загорелся. Вы понимаете, что надо. Он горит, когда недостаток кислорода. Это надо очень плотно, очень много. Тогда загорится. Если немножко навоза, он гореть не будет. Ему нужно особые условия создать для этого. Он еще кипятком поливает. Сыро, чтобы было сыро, тепло. И тогда он загорается. И вот горит, горит, горит. Но, чтобы это использовать именно для саженцев, я не готов даже к этому ответу. При каких-то условиях сможете зажечь навоз где-нибудь, как вы пишете. Кстати, в Белоруссии холоднее, чем в Молдавии. Знаете об этом? Получается, что же получается-то? Вопрос интересный. Ну, мы с вами порассуждали. Ни да, ни нет. Идем дальше. Так, тут, видимо, переписка. Идет. Добрый вечер. Вот мои фото о рождении брюкот из косточки. Ну-ка, посмотрим. Смогу я открыть, нет? Или вот тут, наверное. О рождении из косточки. Я люблю такие фотографии. Вы мне потом пришлите их отдельно. Я собираю коллекцию таких фотографий. Вот. А сейчас я вообще не пойму. Открыть, наверное, я не смог. Ну, еще вот эту. А, или надо подождать немножко. Тогда откроется. Ну, ничего не открывается пока. Или я просто, как обычно, показываю свою некомпетентность, будучи никаким компьютерщиком. Так, ну что, получается, в принципе, поговорили. Вот это что? Погибнут весны при пересадке ожог листьев обеспечен. Обязательно притенять хотя бы неделю. Это, видимо, к чему это? Ну, корчевание, пнеабрикосы, которые больше здесь. А, тут вот. Ну, в общем, я понял, тут идет без меня уже. Тут уже без меня идет. Меж собой. Ладно. Ну что, наверное, на этом и все. Прошло 2 часа 18 минут. Вот, я не знаю, как вы. И то, что я хотел, я сказал. Все, мы не успели. Вот, я еще не знаю, сколько здесь зрителей присутствовало. И как вас назвать? Наблюдатели. Еще говорю, чтобы элита, слушать зрелизм, это только элита может. Особые люди с особым складом характера. И вот, значит, если еще народу не поубавится, да не если, давайте, на всякий случай, говорю, что в следующую субботу я вас жду на очередной вебинар. Вот, даже если должно быть, как, знаете, как было в этом, был такой лозунг в театрах. Если даже один зритель, артисты должны играть в спектакль, если даже один зритель, так и тут. Когда-то все это должно перейти в учебники, все, о чем мы говорим. Больше ни один человек на планете не расскажет то, что даже сегодня вы слушали или в прошлый раз. Никто. Вот, никто не задумывается, почему бабушки, эти самые, у гусеницы крылья родятся внутри и получается бабочка. Никто. И никогда не ответит на этот вопрос. Вот, зарождение жизни было, да, это такой интересный вопрос. Но, так как я не получал в ответ такая тишина, послушали, да. Вот, не хочется верить в Бога, потому что грешить приятнее. Лучше заранее настроить себя, чтобы Бога нет. Вот. И тогда ни заповеди не надо, ни ничего не надо. Но я хочу, ребята, хотя бы деревья не калечить. Не калечите деревья. Вы не представляете, как им трудно переехать на север. Ну все, до свидания. Продолжение следует...